Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы приветствуем представителей профсоюза гражданского персонала вооруженных сил России. Ура! Мы приветствуем представителей профсоюза агропромышленного комплекса. Ура! Уважаемые участники митинга, я попрошу по возможности немножко сдвинуться в сторону юга нашего города. Чуть-чуть буквально, потому что еще идут наши участники, чтобы они тоже все поместились. Спасибо большое. Продолжение следует... Идут уже праздничные мероприятия. С Днем международной солидарности трудящихся! Ура! Мы приветствуем представителей политических партий нашего региона. Ура! Мы приветствуем представителей аппарата правительства Мурманской области, аппарата города-героя Мурманска. Ура! Мы приветствуем представителей союза промышленников и работодателей Мурманской области. Ура! Ура! Дорогие участники митинга, я вас очень прошу от себя чуть-чуть немножечко еще, буквально на два шажочка в сторону юга города Мурманска. Пожалуйста. Нас очень много, как никогда, несмотря на всю солнечную погоду. Продолжение следует... Мы приветствуем представителей Мурманского областного совета профсоюзов. Ура! 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 Мы приветствуем работников профсоюза, представителей замечательной отрасли здравоохранения. Ура! А мы приветствуем студентов! Здравствуй, первая моя! Повторю, мы приветствуем представителей студенчества города Города Героя Мурманской области. Ура! Мы приветствуем представителей профсоюза АТОМ-флота. Ура! Мы приветствуем представителей профсоюза гражданского персонала вооруженных всю Россию. Ура! АТОМ-флота Дорогие друзья, уважаемые мурманчане и гости города, от имени Мурманского областного совета профсоюзов я поздравляю вас с Международным Днем Солидарности Трудящихся, праздникам весны и труда. Ура! АТОМ-флота АТОМ-флота Уважаемые участники митинга, я начинаю наш праздничный митинг, который посвящен 1 мая. 1 мая это такой праздник, когда мы чувствуем единение, солидарность. Мы понимаем, что такое труд, мы понимаем, что такое май и понимаем, что такое наша сила. Сегодня мы пришли сюда, чтобы сказать свое слово в защиту человека труда. АТОМ-флота Право открыть праздничный митинг предоставляется председателю объединения организации профсоюзов в Мурманске областной совет профессиональных союзов Пергухину Александру Леонидовичу. Ура! АТОМ-флота Уважаемые друзья, по-другому я не могу и не имею права к вам обращаться. Прежде всего, я хочу всех поздравить с праздником 1 мая с Днем Международной Солидарности Трудящихся. Счастья, благополучия и достатка вашим семьям. Уважаемые друзья, сегодня наша страна встречает первомай непростых условиях. В условиях продолжающегося прессинга со стороны стран Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. В условиях, когда ужесточаются социально-экономические санкции. Естественно, в каждой стране, в каждом обществе есть много социальных проблем, которые в этих условиях могут обостриться. И мы, друзья, должны быть к этому готовы. Но вместе с тем, мы сегодня встречаем 1 мая с хорошим настроением, с праздником. В Мурманской области продолжают происходить позитивные перемены. За последние 15 лет в нашей области мы достигли самого низкого уровня безработицы. Второй год подряд рождаемость превышает смертность. В четвертый год растет реальная заработная плата. Повторюсь, реальная, то есть превышающая уровень инфляции. Мы с вами вместе достигли очень хороших результатов в вопросах установления минимальной заработной платы. Впервые в прошлом году за всю историю профсоюзного движения Мурманской области, наверное, вообще за всю историю профсоюза от России, мы трижды подняли минимальную заработную плату. И причем подняли ее на абсолютно максимальную величину. Уважаемые друзья, сразу же после первомайских праздников мы приступим к очередному раунду переговоров по установлению новой величины минимальной заработной платы. И профсоюзы считают, что минимальная заработная плата должна быть как минимум больше прожиточного минимума на величину подоходного налога. Данные предложения нами уже направлены в адрес губернатора Мурманской области. Друзья мои, 20 января этого года губернатор профсоюза и союз промышленников подписали обращение к руководителям предприятий о необходимости заключения коллективных договоров. Вы знаете, какой это важный документ на предприятии. Это документ, устанавливающий дополнительные социальные гарантии и защищающий рабочего человека в трудных жизненных условиях. Мы с вами за этот период добились внечения поправок в трудовой кодекс в отношении проезда северян к месту отдыха и обратно. Теперь данная льгота законодательно, а не по коллективным даже договорам, распространяется на работников всех предприятий, предприятий всей формы собственности. Сегодня мы с вами добились и... Члены социального партнерства, это областной совет профсоюза, правительство Мурманской области и союз промышленников и предпринимателей. Друзья, майские праздники традиционно проходят под лозунгом «Мир, труд, май». И это значит, что нет большего счастья для человека, чтобы иметь достойную работу. Очень волнуюсь, очень волнуюсь. Поддержим Юрия Анатольевича! Юрию Анатольевичу, ура! Имеет достойную работу, трудиться под мирным небом и жить в окружении тепла и любви. Мы, жители Заполярья, как никто другой, понимаем и ценим эти слова. Потому что здесь находится краснознаменный северный плод, наш северный щит. Потому что здесь находится зона Арктики, столь важная для нашей страны. Потому что здесь, в столь сложных климатических условиях, мы становимся не просто крепче, мы становимся дружнее. И вне всяких сомнений, что в одиночку сделать жизнь в Заполярье комфортнее невозможно. Только вместе, не стесняясь открытого обсуждения волнующих вопросов, уважая друг друга, поддерживая друг друга своим ратным трудом, мы можем сделать в наше Заполярье гордостью нашей страны. Да здравствует наш север, да здравствует северяне, да здравствует наша страна. Спасибо. Ура! Все, на волны, все! Слово предоставляется председателю региональной политической партии Трудовая партия России Сергееву Станиславу Юрьевичу. Дорогие друзья, коллеги, единомышленники, братья, от всей души, от лица Трудовой партии России, от лица Объединения профсоюзов СОСПРОФ, поздравляю вас с этим прекрасным весенним праздником трудящихся. И хоть этот праздник всегда откликается радостью в наших сердцах, но давайте не будем забывать о том, благодаря чему все-таки он возник. А возник благодаря тому, что когда-то наши отцы, будем так говорить, вышли на защиту своих прав трудящихся и пролили из-за этого свою кровь. В этом году Мурманское отделение профсоюзов СОСПРОФ и Трудовая партия России региональное отделение Мурманской области выходит с требованием очистить воздух Мурманска от угольной пыли. Спустя три с половиной года, начиная с 2010 года, впервые только в этом году, наконец-то, власти признали, что это не просто какая-то черная пыль, а это пыль именно угольная. И давайте почаще напоминать об этом, потому что мы, живя в Мурманске, не соглашались на то, чтобы мы проводили жизнь из шахтерского городка. Давайте защитим наши легкие, наше здоровье, здоровье всех мурманчан. Нет угольной пыли в Мурманске. С праздником вас, друзья! С праздником 1 мая! Днем международной солидарности трудящихся! Ура! В нашей колонии сегодняшнего душествовало очень много региональных политических партий, поэтому политическая партия региона ЛДПР. Ура! 1 мая для всех праздник по-своему. Для старшего поколения это воспоминание. Для молодежи это вера в будущее и надежды на все хорошее и лучшее. Молодежи Мурманская! Ура! Ура! Слово предоставляется члену молодежной комиссии Мурманского областного совета профсоюзов подольное снижание Александровне. Здравствуйте, уважаемые мурманчане и гости нашего города! Я представитель профсоюзной молодежи. В наше время молодежь волнует очень большое количество проблем. Как уже сказал председатель Мурманского областного совета профсоюзов Александр Леонидович Перлухин, возможно ужесточение санкций с стороны Западной Европы и со стороны Америки. Данное положение дел не вызывает у нас оптимизма, но тем не менее мы вынуждены будем жить и работать, учитывая эти реалии. Сегодня самая низкооплачиваемая категория работников является, к сожалению, молодежь. Даже при получении высшего образования специалисты получают заработную плату немного выше прожиточного минимума. В настоящее время в Мурманской области не хватает квалифицированных специалистов во всех отраслях экономики, как бюджетных, так и производственных сферах. Молодежь, заканчивая вузы в других регионах страны, не спешит возвращаться в родные края. Давайте же вместе делать так, чтобы наш регион был привлекательным для молодых профессионалов. У нас не должно быть проблем с детскими садами, жильем, дорогами. Необходимо ориентироваться на строительство спортивно-досуговых центров и больше заниматься патриотическим воспитанием молодежи. В этом году исполняется 70 лет со дня победы в Великой Отечественной войне и разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. И я хочу воспользоваться случаем и поздравить всех ветеранов с выстраданной победой. И вы, ветераны, всегда можете рассчитывать на нас, на молодое поколение. С праздником вас! Счастья вам и добра! Спасибо! Ветералам Мурманской области Кольского Заполярья! Ура! Дорогие участники митинга, только вместе, только сообща мы придем к нашей общей победе и решимся наши проблемы. Наш митинг праздничный подошел к окончанию. Я благодарю всем за проявление. Продолжение следует...